Речь идет о вихревом излучении как компоненте гравитации. Вот тема на самом деле не новая, но мы слышали объяснение целого ряда эффектов, например, особенностей воды или, скажем, особенностей трубки ранка. Вы помните, было уже несколько докладов на эту тему. И, с моей точки зрения, эти объяснения не совсем адекватны. То, что можно получить с применением представления, о котором я говорю, это может быть объяснено гораздо более адекватно. Но почему-то не выходит моя презентация. Два раза и ничего. Сейчас, сейчас, минуточку. Убегает стрелка. А, вот, кажется, да. Ну вот, теперь как-то нервничает. Ага, вот, хорошо, да. Ну вот, нужно сказать, что теория этого явления открыта довольно давно. Ну, по крайней мере, около сотни лет тому назад. Нужно сказать, что еще более ранние сроки, например, тот же Максвилл, или, скажем, Брилюэн, или Бриджмин, и так далее. Ну, вот вы видите там эти имена, я не буду их все перечислять. Они исходили из того, что, поскольку закон Кулона и закон Ньютона с математической точки зрения идентичны, ну, расхождение в константах, понятно, само собой, это не так уж важно, то должны быть законы электродинамики похожи на законы динамики просто. Но примерно с 75-й, тогда 30 лет тому назад, 75-й по 15-й, ну, 40-й, парсел в 1975 году доказал строго, что если использовать только закон Кулона и Лоренцева сокращение в направлении движения частицы, то можно построить все законы электродинамики. То есть всю электродинамику можно построить по этим двум законам. Ну, мы только что говорили, что в математическом смысле Кулона законы Ньютонов одинаковы, и это означает, что, применяя закон, используя закон Ньютона и Лоренцева сокращение в направлении движения, мы можем построить всю динамику. А что это означает? А это означает, что должна быть вихревая компонента в динамике. Кроме потенциального поля должно существовать еще и поле вихревое. Ну, так вот, до этого вывода парсела, по крайней мере, два исследователя, два исследователя Карстуа во Франции и Форвард в Америке, один в 1961 году, Форвард, опираясь на ОТО, общую теорию относительности, ну, значит, с Лоренцева сокращение там присутствовало, вывел уравнения, которые, в общем, повторяют уравнения Максвелла для электродинамики. Карстуа, исходя из других соображений, из принципа подобия, получил такие же уравнения. Ну, здесь вот я привожу уравнение Карстуа, но можно было бы привести уравнение Форварда, это практически одно и то же. И вот вы видите, ну, да, там несовпадение в знаках, вы легко объясняете, наверное, сами по себе, поскольку в гравитации есть только притяжение, а в электродинамике притяжение и отталкивание. Так что пусть это вас не смущает. Ну, дальше, вот, скажем, переменная составляющая гравитации или вихревая компонента обозначена здесь через омега, а обычная потенциальная составляющая обозначена через g. Ну, и сопоставляете уравнения, я думаю, мне нет смысла о них много говорить, вы понимаете, что вихревая компонента, вот, ротор омега, вот, ротор омега, единица на c квадрат, dg, pdt, минус k, и не, не, скажи, не равна нулю. И это означает, что если вы по вихревой компоненте будете совершать движение, массы, то будет совершаться работа. А в потенциальном поле она была бы равна нулю. Ну, вот, если исходить из этой теории, то, оказывается, очень многое можно объяснить в натуральных явлениях, в природных явлениях, которые наукой академической не объяснены никак. А в народе бытует представление об этих феноменах, что они чудодейственные. Вот пришельцы, вот, там, скажем, НЛО тоже что-то особенное. Ну, и так далее. Многие эффекты, полученные экспериментально, полученные в лаборатории, тоже истолковываются неверно, в том числе и, ну, с нашей точки зрения, в том числе и нагревание в трубке Ранки, ну, в трубке Потапова. Ну, я, наверное, сразу же в качестве примера приведу вам информацию по шестой таблице, шестому столбцу в таблице Менделеева, куда входят кислород, сера, хром, селен, молибден, тылурий и так далее. Вы видите, что по шкале абсцисс отложены их атомные веса и по шкале ординат отложены температуры плавления и замерзания. Ну, и вот если взять по весам, соответственно, гидроксил тылурия, потом серы, селена, потом серы, то вы увидите, что, ну, по трем точкам, по крайней мере, что образуется прямая линия, да, ну, такой сходящийся конус из двух прямых линий, то есть прямая зависимость, да. И если туда подставить воду, аж 2О, то у неё должна была бы быть температура таяния минус 80 и температура замерзания минус 100. Вот там вверху изображено то, что на самом деле происходит. Да, и при такой воде жизнь на Земле была бы, ну, по крайней мере, та, которую мы знаем, невозможна. Может быть, какая-то существовала бы иная, но этой жизни на Земле не было бы. Вот спрашивается, к докладу, который вчера звучал, я не сумел задать вопросы на этот счёт, объяснять поведение особенностей в трубке-ранке, благодаря тому, что мы воду сначала расщепили на составляющие, потом одна из них отдала часть своей энергии по центру, который идёт, и превратилась в лёд или, там, скажем, очень охлаждённую воду, отдала часть энергии другой. Ну, такой обмен вполне возможен. Но теперь, несмотря на то, что говорилось, что эта система открытая система, но давайте теперь посмотрим после того, как круг совершён, и эта отдавшая часть энергию вода попадает снова туда и отдаёт ещё часть такой энергии. Та же самая вода, но она же энергию отдала. Теперь она проходит N раз и должна выйти льдом оттуда, потому что больше энергии у неё нет. Если эта открытая система и вода черпают отданную энергию, тогда всё становится в порядке. Мы можем доказать, мы имеем целый ряд сведений на этот счёт. Если останется время, я их приведу. И они сводятся к тому, что поле, исследуемое нами, вихревое поле, ну, или вихревая компонента гравитации, что оно, наверное, надо его всё-таки определить, вихревая компонента гравитации или вихревое поле есть физическое пространство, в каждой точке которого на частицу, независимо от наличия у неё заряда, на любую частицу, имеющую массу M и свободную ось вращения, действует, во-первых, импульс, и, во-вторых, момент импульса. То есть такая частица получает пендель, грубо говоря, да, импульс, во-первых, так же, как и в электромагнитном поле, вектор умного пойтинга, да, и, ну, в электромагнитном поле, если частица заряженная в него попала, меняет частоту вращения, кроме импульса, то здесь заряженная она или не заряженная, она меняет частоту колебаний в электрическом поле, то здесь она меняет частоту вращения. Любая частица, заряженная или не заряженная, меняет момент импульса. Если она покоилась, то будет вращаться туда, куда вращается поле, если она вращалась в противоположном направлении, будет замедленно, если в том же направлении ускорено. В общем, совершенно понятные вещи. Понятные, но, к сожалению, не всеми воспринимаемые. Например, теоретик, это наш, теперешний действующий, я не знаю, стоит ли называть его имя, он довел состояние до такого, что комитет по лженауке очень заинтересовался этим и отнес его объяснение к лженауке. Так что теперь приходится оправдываться, отвергая всякие домогательства таких теоретиков, как Шипов. Он объявил эти частицы этого поля, объявил распространяющимися с бесконечной скоростью, он объявил их как частицы энергоинформационные и, кроме того, наделил их душой. Ну, то есть Ляйбниц номер два, Монады номер два, с чего там душа взялась, совершенно непонятно, но зато были обнаружены просто ошибки в выводах, и получается, что вся эта теория улетает очень далеко. Мы ее не придерживаемся. И мы придерживаемся той теории, о которой я только что рассказывал, которая получена двумя исследователями, весьма авторитетными, и получена таким образом, что они пользовались разными методами, а получили одни и те же результаты. Ну и, в общем, результаты вполне ожидаемые, потому что я говорил вам, что целый ряд ученых до них, задолго до них, предполагал, что такой результат должен быть. Они его, правда, не получили. Получили другие, но они предполагали, что он должен быть. Вот на это мы, собственно говоря, и опираемся. Теперь целый ряд, у нас их огромное количество, я приведу, может быть, если время позволит, только некоторые из них, лабораторных и природных явлений, подтверждают существование, по крайней мере, качественно, существование этого эффекта. Ну, например, вот скажем, ну, пойдем в космос, в астрономию. Например, объясняют перегрев короны, Солнца. А нужно сказать, что с нашей точки зрения, Солнце в нашей системе основной генератор этого излучения. Ну и понятно, почему. Потому что в его толще, в его массе, огромные массы с большими скоростями приходят в движение, и понятно, что они являются генератором переменного вихревого излучения. Наибольшее вихревое излучение излучает тени пятен. Ну и корональные дыры. Так, значит, ну вот, что касается теней пятен, то современные физики, измерив, изучив вихревое поле, но магнитное, магнитное поле, предполагают, что эти пятна образуются всплывающим, полоидальным, откуда оно берется, непонятно, но вот оно изнутри откуда-то всплывает, магнитное поле, вот оно хорошо изучено, измерено, и вот оно увлекает за собой плазму, заряженные частицы, понятно, увлекает за собой, образуется дыра с более низкой температурой, и так далее. Де Ягер, известный исследователь Солнца, был очень удивлен такой трактовкой, не мог понять, почему температура в тени пятен понижается, ну и так далее, это отдельная тема. С нашей точки зрения, это объяснение еще на заре изучения Солнца было дано, и в нем предполагалось, что тени пятен образуется вихрями, и тут все становится на место. Вихрь отбрасывает, в зависимости от интенсивности вихря, отбрасывает частицы в сторону, образуется разреженное пространство, разреженная эта температура ниже, 4,7 мм примерно температура в тени пятен, и на периферии пятен выше, это, так сказать, пояс флокулов, более горячих образований. Мы в свое время обнаружили проблески из них, это очень редкое дело, и мы объяснили это как проблеск, а не так, как объясняют это астрономы, но это другое дело. Там бомбы Элермана, усы Северного, это не бог знает что. Мы это объясняем как очередной всплеск, об этих всплесках мы еще поговорим, вихревого излучения, которое повышает энергию такого образования. Так вот, скажем, в центре разрежения по периферии давление выше, температура несколько выше в целом. Но еще могут быть выбросы, такие, какие образуют спикулы, например. Это еще одна загадка. Спикулы в хромосфере Солнца внезапно возникают и в течение, скажем, 10-15 минут гаснут. Предполагалось и до сих пор так считается специалистами, что они представляют собой извержение более нагретой плазмы в верхние слои. Но за 15 минут она держится, почти никак не изменяя своей интенсивности, должна бы остывать и мгновенно обрушивается, чего не бывает ни с какой плазмой. Вихревое излучение объясняет довольно просто. Это некий взрыв такого вихревого излучения. Когда оно закончилось или потеряло мощность такую, чтобы вызывать свечение, эта спикула остается, как и была, только не светится. Вот и все. Есть ли такие явления на Земле, которым бы можно было сопоставить то, о чем мы говорим для Солнца? Ну, разумеется, из космоса наблюдали при штилевой погоде в Атлантическом океане десятки образований из фонтанов воды больше 10 метров. То есть это не киты, конечно, да и увидеть его было бы, наверное, сложно, китовый фонтан. Это фонтаны больше 10 метров в высоту, значит, давлением вызваны никак не могут, обычным давлением, атмосферным давлением, да, и порядка нескольких метров, 5-7 метров в толщину, в диаметре. Они сфотографированы, они наблюдали с космонавтами. Вот такого рода выбросы. Но мы говорили, что это излучение, и это доказано экспериментально, имеет довольно малое сопротивление в массе, то есть большую, ну, проникающую способность, примерно как нейтрино. Земля для такого излучения практически прозрачна. Как скапливаются когерентные пучки, это отдельная тема, но они действительно скапливаются, и тогда они обладают довольно большой энергией, примерно в тысячу раз больше фоновой. Это было установлено экспериментально в Институте геофизики Академии наук. Сергей Михайлович Крылов, изобретатель и исследователь этого эффекта, и будет время, я расскажу подробнее, как он это делал. Он определил, что над разломами Земли и моря тоже это излучение примерно в тысячу раз имеет большую мощность, чем на поверхности или, скажем, недалеко от поверхности. Недалеко от поверхности в начале прошлого века Чижевский вместе со своим коллегой немцем по происхождению обнаружил воздействие этого излучения, он назвал его Z-лучами, поскольку не знал, на самом деле, что это такое, обнаружил его воздействие на биологические объекты, ну, правда, под землей, ну, правда, всего там два штыка лопаты, ну, скажем, это 30 сантиметров, не так много, ну, правда, это биологические объекты, это молекулы, не молекулы, бактерии дифтерита, и они такого рода, что они вдруг краснеют сами по себе, и тогда они заразны, по-моему, а если они остаются белыми, то не заразны эти бактерии, так вот, значит, порция этих бактерий, как это лучше назвать, не знаю, находилась, конечно, в ампуле, и ампула в свинцовом, свинцовой оболочке, пенале, в свинцовом пенале, около двух сантиметров толщина стенки свинцового пенала, и вот его один держали на поверхности земли, другой, вот на этом углублении, и оба прореагировали совершенно одинаково, и они связали это с активностью солнца. Теперь, вот, значит, относительно активности солнца, я говорил, что с нашей точки зрения тени пятен выносят колоссальное количество этой энергии, но земле очень повезло в этом смысле, потому что эти пятна почти никогда не опускаются до экватора, с экватором у нашей эклиптики, по-моему, что-то около 7 градусов, нет, 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 23, этого не о том, нет, 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 около 7, по-моему, да, а с луной 3, ну, вот, около 7 градусов, они опускаются в лучших случаях до 5 градусов, стоит с другой стороны, значит, в 10 градусах у нас пауза, и туда попадает, в это пространство попадает очень мало, это тогда, когда ось их повернута не по радиусу, а это так бывает, она несколько градусов в разные стороны, но вот когда в нашу сторону, тогда бывают довольно серьезные последствия, очень серьезные, ну, например, в случае в Рязанской области, тракторист на пашне, во время отдыха закончили они работу, прилег отдохнуть, товарища послал за обедом, на меже где-то обед, товарищ возвращается назад, приятель его сгорел, а фуфайка осталась целой, СВЧ, у нас присутствует здесь товарищ, который мне вчера рассказал аналогичный случай был у него дома, он вернулся из поездки, и целый ряд предметов в доме сгорел до такой степени, что сажа образовалась, дым шел, когда он открыл дверь, но в другом месте лежали спички, которые были нетронуты, и поджигать было некому, такие вещи случаются, о них, может быть, не очень часто говорят, но я поэтому их тщательно коллекционирую, ну, значит, но есть гиблые места, вы знаете, на земле, или раньше как-то их там по-другому называли, гиблые места, но вы знаете, что есть кропсерклы, или ведьмины круги, и вчера, по-моему, об этом говорилось, ну да, это рукотворные люди, почему-то увлеклись, там, досками, веревками это делают, под эгидой королевы английское общество изучало этот объект, после того, как вот много шло споров, самолет был у них в распоряжении, и они пришли к выводу, что да, действительно, около 80% этих образований могут быть подвергнуты сомнению, но 20% являются действительными, а как они установили, действительные или недействительные, если это СВЧ, как мы предположили по уцелевшей фуфайке и сгоревшему трактористу, если это СВЧ, то это означает, что если оно начинается постепенно, то вода, влага в стебле пшеницы или чего там растения, в стебле растений испаряется, и стебель становится гибким, и когда вот именно таким образом образуется crop circle, то вы имеете согнутые, не сломанные стебли, когда их ломает ветер или доска с веревкой, то все они переломаны, но и это еще не все, температура, да, и кроме в центре crop circle нетронутые стебли, это как вы ложкой в стакане мешаете, вот она там понижается, только вот теперь переверните наоборот и увидите, что здесь будет нетронуто, а там все будет повалено, но дальше температура в crop circle на 4-5 градусов это через сутки мерили, на 4-5 градусов выше, чем окружающие, вот и все, никакими досками вы этого не сделаете. Ну теперь еще естественные, да, ну корона мы еще не говорили, корона 2 миллиона градусов примерно, при том, что поверхность хромосфера, фотосфера Солнца порядка 6 тысяч градусов, а там 2 миллиона, спрашивайте откуда, питали большие надежды астрономы, астрофизики на волны Альфвена, нашли их, эти волны, открыли, и оказалось, что у них амплитуда на 4 порядка меньше той, которая должна бы быть, чтобы нагреть до такой температуры. Но если амплитуда на 4, то значит энергия на 8. 8 порядков не хватает этим волнам, чтобы обеспечить то, на что возлагали надежды астрофизики. А кто? Ну, если вы берете вихревую компоненту, то, в общем, легко понять, что это должно происходить. Ну так, теперь, скажем, если уйти от Солнца и уйти в другую совершенно сторону, например, в квантовую механику, то есть в микромир, то вы знаете, что существуют так называемые потенциальные ямы, ну, скажем, электрон по центру цилиндра заряженного отрицательно. Вот он никуда, да, он по оси будет стоять, может быть, будет колебаться, но выйти, скажем, не может никаким образом, он в потенциальной яме. Но хорошо известно физикам также, что существует транзит через потенциальную яму, и на этой основе даже есть технические изобретения, полупроводимость, например. Значит, транзит существует, спрашивается, кто же дал пендаля электрону, чтобы он оттуда выскочил, в конце концов. А никто. Ну, вот так происходит и все, и кончено. Наша точка зрения вполне оправдывает такие вещи. Приходит вихревое излучение, если его интенсивность достаточно, выталкивает, или недостаточно, сидит на месте, ну, или колеблется с какой-то там частотой. Значит, достаточная частота этого излучения, существующего всюду, как существует гравитация всюду. Вот это надо иметь в виду. Ну, еще, скажем, случай. Транзит Венеры по диску Солнца происходит, по-моему, раз в 275 лет. Вот астрономы сидят, меня поправят, если я ошибся. Потому что я сейчас на память просто это говорю. Ломоносов наблюдал его, открыл атмосферу на Венере. Вот такой наблюдательный, гениальный человек. Киевский астроном, Пугач его фамилия, Александр Федорович, по-моему, Пугач с помощью его варьометра, его варьометра, даже можно не говорить, какое именно, а просто сказать, что он его десятки лет тестировал по различным космическим объектам. Например, восход, заход Солнца, восход, заход Луны и так далее. Прибор реагировал безошибочно. Так вот, он с его помощью записал транзит Венеры по диску Солнца и получил кривой. Давай я просто покажу. Я это уже показал. А, да, ну вот в 55-10 градусов, 15 градусов пятна уходят от того, чтобы светить на Землю, но когда попадают, то вызывают колоссальные вещи, но они попадают своей частью какой-то и ненадолго. А если бы попадали всегда, наверное, жизнь на Земле была бы закончена. Ну вот, да, вот Круп-Серкви. А, перехожу от этой, от короны, перехожу к слайду, который вы здесь видите. Это Хабаровский вывол. Он в 2005 году, причем ИСАСовский взрыв, я, наверное, успею о нем сказать, и Хабаровский вывол в час 30 ночи произошли. Это Солнце где-то там, с той стороны. И это, значит, Земля прозрачна для этого излучения. Ну где? Вот такие вот эффекты, конечно, над разломами. Значит, вот Хабаровский вывол, два километра диаметр этого вывола. В штилевую погоду. Ну, во всяком случае, метеорологи говорят, что они не знают, чем-то объяснить. Никаких ветров такого рода не было. Теперь посмотрите, почти по спиралям, да, видны они там, видны немного, да, и это еще не все. Стволы деревьев оказались разломаны от перекручивания. и, ну, поскольку это дерево, так назад легко было заметить, назад не сворачивается. Значит, вот прошли по этим, по этому выволу, стволы деревьев свернуты до разлома. Это значит, что, по крайней мере, крону дерева, как рычаг, да, крутили с такой силой, что ствол лопнул. И это значит, что не только в двух километрах диаметра происходило вот кручение всей массы, но еще и в отдельных частях. Значит, это вихревое излучение может быть структурировано. И если у меня есть этот... Это само из стрелки или как? Вот, вот у меня есть слайд. Вот это крупсеркл. Подумайте, можно ли было бы, да, посчитайте, сколько их. Я посчитал, по-моему, больше двухсот. За ночь можно было бы вот такие вещи с помощью доски и веревки? И вы посмотрите, структурирована вещь, и тоже по спиралям, да, и круги разных диаметров, и еще в сопровождении малых кругов. Вот что это такое. Значит, структурированные вещи, это означает, что излучение, которое становится когерентным, или оно нормализуется, оно проходит через разлом, который действует как в трубке, когда голос или в флейте, когда там что-то такое, да, усиливает звучание, да, вот разлом действует таким же образом, он гармонизует эти кручения, и те, что не по оси, те, что не соответствуют, или иначе ориентированы, они уходят в сторону, а складываются только те, которые идут вдоль оси разлома. Ну, если у разлома есть какая-то конфигурация, то кроме больших кругов будут еще и маленькие, и так далее. Вы последний, конечно, но у вас 32 уже минуты. Еще про Венеру что-то хотели показать, это не дано. Да, Венера, мы, ну, одна-две минуты, да, ну вот пятно, видите, вот оно таким вот образом. Что касается Венеры, вот здесь, вот, вот эта запись. Мы путем расшифровки этой записи обнаружили, во-первых, что кванты вихревого поля существуют, что они обладают массой, и это означает, что Венера гравилинзирует поток. гравилинзирует, но что это означает? Это означает, что все планеты делают то же самое, Солнце-то излучает постоянно, а что отсюда следует? Астрология. Вот. Вытекает, да, потому что можно, я не верю ни в какой астрологии, но воздействие шлейфа тянущегося за планетами, например, за Луной, на Землю, это можно объяснить. И при новолунии и особенно при полнолунии, потому что там шлейф от Земли, а не от Луны. Шлейф от Земли, мы говорили, там три градуса между орбитой Земли и орбитой Луны, так что можно считать, что они на одной прямой находятся, да? Так шлейф от Земли отражается в Венере, верно, рассеивается, да, не целенаправленно идет, но освещает всю Землю. Так шлейф от Земли и лунатики это хорошо чувствуют, и собаки, и волки то же самое. Тогда тут астрология ни при чем. Это объяснение, явление одно, может быть, есть другое. Я не знаю насчет астрологии, потому что там дальние звезды и прочее, я не знаю, как они... А нет, вот, что касается планеты, то вот это воздействие, по крайней мере, легко объясняется. Что касается остальных, не знаю, не берусь. А что касается нагрева короны, то кроме этого излучения, пока объяснить не удается ничем, потому что мой знакомый астрофизик, ну физик-теоретик, посчитал, я думаю, что он сделал это сам, что 160 тысяч километров должна иметь частица, ну протон, на фотосфере Солнца, просто по температуре. Еще примерно 600, чтобы добраться до короны, чтобы разогреть ее, еще по крайней мере 800. Значит, вот с такими скоростями должна вылетать... я, наверное, в тысячи коншипсия, просто километр, сейчас я не помню, но можно посмотреть, у меня это есть. Значит, вот с такими скоростями должны двигаться частицы, спрашивается, кто это делает, если не вихревое поле. Волны Альвина отклонены, других нет, но есть гипотеза. Спасибо за внимание, у меня тьма еще материала, но... Субтитры создавал DimaTorzok,